В научной библиотеке имени Лобачевского прошел семинар, посвященный электронным ресурсам зарубежных изданий по медицине. Организаторы связывают его с программой повышения конкурентной способности университета. Сегодняшний семинар у нас не единственный. Мы проводим аналогичные семинары, начиная с 2004 года, но в последние годы частота этих семинаров существенно увеличилась. Связано это с тем, что университет вошел в программу 5.100. Семинар посвящен конкретно медицинским ресурсам и в основном пригласили на него представителей Института фундаментальной медицины и биологии, поскольку ресурсы медицинские. Вторая часть семинара — это своеобразный тренинг по обучению грамотного написания научных статей в зарубежные журналы. Лекторами выступили представители видных зарубежных изданий Мартин Дымбовский, Анна Трифонова, Джегош Прощук и Елена Пронина. В течение двух часов они презентовали различные электронные ресурсы, из которых студенты могут черпать знания в области медицины, рассказали о технологии их использования и о плюсах и минусах каждого. Следующий час был посвящен тренингу, как опубликовать свою статью в научном журнале, в рамках которого Мартин Дымбовский давал советы и рекомендации по вопросам подготовки публикаций, также отвечал на вопросы всех интересующихся. Россия серьезно развивается сейчас в смысле науки. Есть цель, чтобы 15 или 20 университетов, вузов и университетов попало в первую 50-ку ведущих университет мира. В чем мы можем помочь? Потому что один из целов — это публикации в зарубежных журналах. И нам очень интересно, чтобы исследователи из России не забывали тоже возможности публикации в журналах, книгах и других ресурсах Оксфордского университета. Поэтому мы приехали, чтобы показать, какие ресурсы у нас есть и тоже помочь в понятии процесса публикования в зарубежных журналах. Сергей Гуров, Руслан Нурманов, Универ Ньюс.